Видос я снимал еще зимой, совершенно не подозревая о тех событиях, которые случатся и со мною лично, и с окружающим пространством, выразимся так. Но в результате видос тот же, а мир изменился. В этом новом мире что-то исчезло, что-то наоборот появилось. Ко второй группе явлений следует отнести моторное масло Безол. Это немецкая марка, которая производит масло уже четверть века, то есть начали в прошлом столетии. Так вот должно это пафосно произноситься. Масло Безол это новое для российского рынка марка, хотя для мира в целом не новое. Безол это немецкая компания, которая выпускает масло уже примерно четверть века. То есть начинали еще в 20 столетии, между прочим. Серьезный подход к качеству практикуется. То есть масло Безол продается в 70 странах мира, к числу которых отныне относится Россия. И в общем тот самый контроль качества действует для всех одинаково, где бы масло не продавалось. Уровень стабильный. Вообще отношения достаточно серьезные у производителя, то есть из каждой партии масла берется проба. Пробы хранятся в лаборатории на протяжении достаточно долгого периода времени. И сверх того, на каждой канистре есть информация, которая содержит данные о том, когда масло было сделано, какая-то информация о сырье и все прочее. В общем, серьезный подход, немецкое качество. И сверх того, такое масло подходит и для высоконагруженных форсированных моторов с одной стороны, с другой Безол хорош и для газовых двигателей. Еще больше информации по ссылке в описании. Ну а теперь к видосам. Привет, это мой второй канал. Вашему вниманию предлагается совершенно случайно и на скорую руку снятый видос про сильно перепиленный Land Cruiser 200. Пилили его в тюнинг-центре 4х4. Там и переделывают машины, и обслуживают. И вообще этой компании уже почти 30 лет. Они свое дело знают, они молодцы. И машина выглядит достаточно брутально. Давайте-ка в детальках разберемся, что это такое и с чем его едят. Вот отсюда надо начать. Вот отсюда я бы сказал. Дело в том, что это 200-й крузак 2014 года. Те, кто в крузаках шарит, посмотрят, скажут, как-то странно, что-то не бьется. И если он 2014 года, то почему он выглядит как рестайл года 2016? Ну, потому что машина прошла рестайлинг в индивидуальном порядке. Новый капот, новые передние крылья, новая светотехника впереди, новая светотехника сзади. Между прочим, верхняя часть пятой двери тоже новая, чтобы уж рестайл так рестайл по полной программе. Новая радиаторная решетка, а вот с бамперами... С бамперами здесь вообще интересно. Ключевая фишка. Здесь установлен обвес в Шикаре. Я не могу отделаться от ощущения, что его назвали в честь роллов из Якитории. При этом компания российская, все сделано у нас, как говорят, прям круто, качественно. И все дела. Что в данном случае мы имеем? Передний бампер, задний бампер, расширители колесных арок и, собственно говоря, шноркель. В чем прикол? Прикол в том, что бампера, они в принципе как бы силовые. Иными словами, они могут выдержать очень и очень многое, не сломавшись и не вырвавшись с корнями, скажем так, из автомобиля. Но сделаны они не из металла, а из пластика. В чем плюс? Плюс в том, что машина, на которую такой обвес установлен, не набирает лишнего веса. И, соответственно, в принципе, нет необходимости дорабатывать подвеску. Минус в том, что пластик, ну он все-таки понижнее металла, как ты не крути. И поэтому валить деревья таким обвесом, ну как бы не рекомендуется. С другой стороны, раз уж ты поставил такой обвес, раз уж ты сделал своей машине рестайл в индивидуальном порядке, раз уж ты вкорячил сюда дополнительную светотехнику Риджит и лебедку Варн, да-да-да, она тут есть, просто скрыта номерным знаком, то странно было бы не доработать еще и подвеску. TJM XJS. Я потратил колоссальное количество времени, чтобы выучить название усиленной подвески, которую сюда пристроили. Итого, она тут есть. Она дает лифт в 2 дюйма, ну считай, в 5 сантиметров, ну и сверх того, это как бы специализированный инструмент для настоящего внедорожника. Смотрим вот сюда и понимаем, что кое-чего не хватает настоящему внедорожнику, еще одного специализированного инструмента, настоящей внедорожной резины. Прикол в том, что Микки Томпсон и ТЗ, которые вроде как этой машине полагаются, это часть, скажем так, боевого летнего комплекта. Сейчас пока что зима на дворе, машину гоняют по там своим городским делам, и поэтому Nokian шиповочка куда как более логично в данном случае. Что еще тут у нас есть? У нас есть силовые бампера, которые рассчитаны на применение профессионального внедорожного домкрата, все как положено. Сверх того, супуны трансмиссии выведены под капот, поэтому шноркель, он не для прикола, машина действительно может преодолевать броды. Ну и под занавес следует сказать, что ее действительно используют по назначению. К сожалению, видосов не так много, но я кое-что видел, на ней лазают и лазают прям по хардкору. То есть это все не для внешнего антуража. Ее действительно по назначению гоняют. И в общем последняя, наверное, черта, это защитное покрытие Z-Pro. Оно защитно покрывает весь внедорожник, и его кузов, и обвес шикарий. При этом говорят, что в принципе этот обвес его можно обычным ЛКП покрыть, и все будет нормально и логично выглядеть. Но в данном случае, опять же, у нас прям вот такой брутальный, хардкорный крузак. Сейчас немножечко покатаемся по раскисшей дороге. Другого бездорожника, к сожалению, не завезли. Но чем богаты, тем и рады. Что касается технических характеристик, здесь заострять внимание большого смысла не вижу. Ну просто банально потому, что с точки зрения двигателя машина осталась полностью стоковой. Здесь тот самый любимый, единственный, неповторимый, V-образный, здоровенный дизелище, который ушел в историю с момента выхода трехсотки. Где только V6, как мы помним. А здесь как бы чугуней, крутящий момент, и бесконечный, как верят, фанаты крузака ресурс. Ну в общем классика жанра. И шестиступенчатый автомат, он тоже классика жанра. Этот ИХ на экран выведу, потому что на память, если честно, не помню. Ребят, тут куча всякого снаряжения в багажнике лежит. Но как устроенной работает лопата, я думаю, все знают более-менее. Там еще у нас есть мягкие сантраки. Ну это как бы такие пластиковые, если хотите, дорожки, которые мы перед колесами кладем где-то в грязи, и соответственно откуда-то выезжаем. Если все это не получилось, то нужно лезть вот в такой рюкзачок от компании Верн. Там тросы, там шаклы, там короче все, что вам понадобится, когда дела станут плохи. Но вот эта баллистическая ракета, это вообще главный прикол. Это АРБшный гидравлический домкрат. Это как бы Rolls-Royce в мире домкратов, я бы так сформулировал. Стоит он, я точно не знаю сколько, счет вам то ли 120 тысяч, то ли 150. В общем, такая цифра вполне себе шокирующая. Но если у вас, ну где-то как-то почему-то завалялось там лишние 120 косарей, вы просто не знаете куда их деть, то вот отличный вариант. Потому что все-таки внедорожный домкрат обычный, хайджек, эта штука, во-первых, люто тяжелая, во-вторых, свирепо неудобная, в том числе и в обращении. Ну и наконец, если вы не знаете, как обращаться с хайджеком, вы местами рискуете получить такую неиллюзорную травму, я сказал. Убить, не убить, но покалечить он, кстати говоря, может. Эта штука намного безопаснее, она значимо компактнее, и она кратно легче, чем хайджек. И при этом ее возможности я подозреваю ничуть не меньше, возможно даже больше. Но это такой вопрос, знаете, прям вот к профессионалам. Такая вот пятка пластиковая под него предусмотрена. В общем, интересная вещь, я, наверное, много всякого видел, а вот такой домкрат вижу первый раз. И вот это вот начнется в комментах, сколько стоит, сколько стоит. Я честно скажу, я даже толком не знаю. Более того, если б я знал, эта величина сегодня значила бы очень мало что. Потому что тачку закончили, по-моему, года что ли два назад, и я абсолютно уверен, что тогда весь этот проект обошелся нынешнему владельцу в одну сумму, а сегодня обошелся бы в другую сумму по целому ряду достаточно очевидных причин. Кроме того, у нас тут завезли новых очевидных причин, поэтому в какую сумму завтра он обойдется, я даже догадываться не хочу, если честно. Поэтому с деньгами в данном случае все сложно, можно сказать с уверенностью, что это дорого, но тут, я думаю, вы и сами догадались. У меня вот какой вопрос. Я думал-думал, 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 решил, что вот такой проект это все-таки не чудо техники для основного канала. С другой стороны, на втором у меня вроде как серийные тачки. Ну, хочется снять, потому что вот она машина стоит рядом со мной, почему бы и нет. Как вы думаете, это все-таки для второго канала такая техника или все-таки надо было на основной? В данном случае интересно, потому что вот у меня нет однозначной уверенности в правильности моего нынешнего выбора. В общем, у меня все. На второй, то есть на этот канал тоже подписывайтесь. Этот чертов колокольчик нажмите уж, сделайте милость. Ну и разумеется, напишите коммент, поставьте лайк, а вот это вот все. Просто помните одну простую вещь. Вся активность, которая происходит на странице моего ютуб-канала, она как бы каналу на пользу. Вот так устроен современный мир. Поэтому об этом просим, вы все блогеры. Все, ребят, спасибо, что смотрели. Я, как обычно, ожидаю и лайки, и дизлайки. Ну и разумеется, комментарии экспертов. Субтитры сделал DimaTorzok